Девушки отдыхают Вошли данные на 58 членов экипажа и стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М, фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30, штурмовиков Су-25 и самолета радиоэлектронной разведки Ил-20. Российские пропагандисты были шокированы, называя данные, собранные в открытых источниках, секретной информацией и смертельной опасностью для российских военнослужащих. Давайте посмотрим. Но другая провокация появилась на сайте агентства InformNapalm, и она намного серьезнее и опаснее. В общем доступе оказались личные данные 58 офицеров ВКС России, работающих сейчас в силе. Фамилии, фотографии, бортовые и регистрационные номера, адреса, аэродромы базирования. Раскрытие этих засекреченных данных может представлять смертельную опасность для наших военных. Презентацию инфографики также провели и другие российские СМИ, например, с помощью сыворотки «Правды» сайт Анноневс также опубликовал информацию InformNapalm. С помощью задорного антиамериканизма журналисты российского Пятого канала смогли прорекламировать и страницу сбора средств для закупки ноутбуков для волонтеров развития. ИнформНапалм показывая страницу проекта «People's Project» с флажками и переключением языковых версий они сделали вывод, что это флаги, которыми себя украсили волонтеры ИнформНапалм. Обратите внимание на флаги, которыми они себя украсили, и отменный английский язык в ролике. Все списки российских летчиков, которые участвуют в войне в Сирии, у нас в принципе есть. Турецкие блогеры, которые фотографуют корабли, которые проходят через Босфор. Здесь было сказано, что волонтеры собирают информацию о русских военных на Донбассе и в Сирии. Новый слив так и назывался, кто бомбит Сирию, личные данные офицера ВКС. Отдельной благодарности заслуживает донесение с экранов российских телеканалов главного массажа с выводами. Ведь пока военный преступник может скрываться под безликими терминами «зеленый человечек», ВКС РФ, российский офицер, он верит, что все его преступления не приведут к возмездию. И мы надеемся, что наши публикации заставят офицеров отказаться от выполнения преступных приказов по уничтожению мирного населения. Многие российские журналисты, находясь под прессом авторитарной системы, отчаянно пытаются донести информацию, часто обворачивая ее в критическую антиевропейскую риторику. Но этот подход позволяет сорвать железный занавес и передать информацию, что дает надежду на победу над РФ. Бережно, двери зачиняются. Наступна станция Майдан Незавезности. Дай боже. И мы снова на Львовском метро. После нашего предыдущего видеообращения 29 апреля некоторые зрители решили, что мы шутим. Но мы не шутим, а говорим абсолютно серьезно.